МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу СТВ на канале СКАД в студии Вячеслав Душин. Здравствуйте. Сегодня в нашем выпуске. Проверили готовность. В начале опасного сезона прошли учения по тушению лесных пожаров. Как только мы что-то делаем смыслом своей жизни, у нас тут же это отбирают. Они знали, что приедут. Экстрасенсы Баба Катя и Анатолий Леденев проведут в Самаре неделю. Дельфийские игры – это, наверное, что-то сверхъестественное, но лично для нашего коллектива. 40 талантливых ребят из Самарской области отправились на всероссийские молодежные дельфийские игры. Вертолеты, разведчики, беспилотники и пожарные машины. В Красноярском районе прошли учения по тушению лесных пожаров. Напомню, что с 15 апреля в Самарской области введен особый противопожарный режим. Минсельхоз и пожароспасательные отряды региона вместе с МЧС отрабатывают действия на случай чрезвычайной ситуации. Подробнее в репортаже Максима Острикова. По легенде учений, рядом с населенным пунктом начался низовой пожар. Прибыли расчеты противопожарной службы Минлесхоза, но справиться не смогли. Огонь перекинулся на деревья, подходит к населенному пункту. Количество расчетов прибывает. Подключилась пожарно-спасательная служба Самарской области и добровольцы. С вертолета сбрасывают воду на горящие деревья. Все это отработка действий при чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в любое время. Пока с начала года ситуацию держат под контролем. Десять раз уже наше формирование выезжали. Это по принципу лучше предупредить. То есть огонь встретить на подступах к лесу. Мы потушили возгорание в лесном фонде. В текущем году пока не было. Впереди праздники и массовые выезды на природу горожан. А значит шашлык, костры и горячительные напитки. Веселье может привести к печальным последствиям. Наиболее пожароопасные районы Красноярский и Ставропольский, прилегающие к Самаре и Тольятти, запрещать гражданам, уставшим за неделю от жары и пыли мегаполисов выезжать на природу, никто не собирается. До сильной засухи. Главное, чтобы следовали здравому смыслу. Посещать возможно, соблюдая требования пожарной безопасности. Не разводить костры, не оставлять мусор. При наступлении 4-го класса и 5-го класса пожарной опасности, это установление чрезвычайной горимости, посещение будет ограничено. В прошлом году ущерб от пожаров составил около миллиона рублей. В денежном выражении немного, но это не только деньги. Это сгоревшие деревья, выжженная трава и высокий риск. В памяти еще живы пожары 2010 года. Все они были из-за неосторожного обращения с огнем. Лесничьи призывают быть очень осторожными. Будут выходить в рейды и следить за отдыхающими. Но к каждой полянке в лесу и берегу реки сторожа не поставишь. Несмотря на все ограничения, у нас привыкли к тому, что если даже нельзя, но очень хочется, то можно. Поэтому, если вы все же разожгли костер в лесу, то не забудьте тщательно его затушить, чтобы не оставлять после себя вместо зелени горящие головешки и пепел. Максим Остриков, Эдуард Растегаев, СТВ. В 2018 году в Самару приедут почти 55 тысяч туристов. Город активно готовится к приему гостей. На заседании круглого стола в губернантской думе обсудили стратегию развития логистической системы. Известно, что к декабрю следующего года построят объездную дорогу к аэропорту Курума, что разгрузит поток автомобилей. Проходить она будет через железную дорогу и подводить к парковке аэропорта. Дорога будет четырехполосной. Длина ее 4 километра. Кроме того, отремонтируют улицу Ташкентскую и построят две новые дороги. Называться они будут Дальняя и Арена. Также к этому времени отремонтируют Московское шоссе, протяженность которого составит более 9 километров. Дорогу разделят на 12 полос. Здесь сложный объект. Очень много коммуникаций, очень много идут нареканий со стороны населения, так как есть ограничения движения. Но, подчеркиваю, под этой дорогой на протяженностью 9 километров перекладка водовода, несколько веток водовода, лэп, уходим с высоковольтки, уходим, линию переводим в кабель. Кабель переукладка газа, перекладываем и строим ливневые канализации и переустройство теплотрассы. В Самаре может быть присвоен статус города боевой и трудовой славы. С такой инициативой выступает губернатор Николай Меркушкин. Об этом глава региона говорил на расширенном заседании по проведению парада Победы 9 мая. Все подробности узнаем у нашего корреспондента Александра Семенова. День Победы отмечать будет весь регион, причем начнутся празднования еще задолго до 9 мая. Разумеется, кульминацией станет парад на площади имени Куйбышева в Самаре, уже который год он проходит с размахом. На этот раз исключения тоже не будет. Кроме того, возможен вариант, что городу на Волге будет присвоен особый статус. Обратиться для того, чтобы нам в Самаре получить статус городу как город боевой и трудовой славы. Обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Сейчас тема патриотического воспитания и тема в целом патриотизма, гордости за свою родину, за свой родной край, за свой город. Это тема сегодня крайне актуальная. Мощные танки, артиллерия и боевые машины. Каждый год парад Победы 9 мая проводится масштабно. Люди впервые за долгие годы увидели тяжелые танки, гордость советской оборонки, а также тысячи солдат и десятки образцов техники, в том числе и времен Второй мировой. Патриотическому воспитанию молодежи в регионе уделяется особое внимание. Более 150 школ региона носят имена героев. За это мы должны сказать спасибо всем, кто занимается воспитательной работой в школах, кто создает новый музей и притягивает ребят, показывает им примеры героизма. В Самарском регионе в разные времена проживало 258 героев Советского Союза, 41 полный кавалер Ордена Славы и 312 героев социалистического труда, а также 48 героев России, так или иначе, связанных с Самарской землей. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что вы увидите далее в нашей программе. Дельфийские игры, это, наверное, что-то сверхъестественное, но лично для нашего коллектива. 40 талантливых ребят из Самарской области отправились на всероссийские молодежные дельфийские игры. Жители дома по проспекту Юных Пионеров 137 остались один на один со своей коммунальной бедой. Часть двухэтажки постепенно проваливается. Многочисленные комиссионные обследования пока ни к чему не привели. Илья Егоров подробнее. Проспект Юных Пионеров 137, жители второй квартиры, которая является коммунальной, всерьез опасаются в ней находиться. По их словам, неприятности начались около четырех лет назад. На стенах в помещениях общего пользования стали появляться трещины. Ремонты не помогали. Со временем в коридоре, на кухне и санузле начали проваливаться полы. Квартира буквально уходит под землю. В квартире проживает три семьи. У меня маленький ребенок, бегает который пополам. Но мы боимся, что или мы под полу провалимся, или на нас упадет второй этаж. Так как у нас стены, все уже оседают трещины от потолка. Стены держатся на газовой трубе. Все эти годы жители пытаются добиться помощи от коммунальщиков и чиновников. Безрезультатно. В 2015-м люди обратились в независимую экспертизу. Вывод специалистов оказался неутешительным. Проживать в квартире в ее нынешнем состоянии нельзя. Независимая экспертиза дала заключение, что у нас по дому проходит труба-паттерны, которая постоянно дает течь, видимо. Поэтому фундамент оседает. Недавно квартиру, в которую уже раз, обследовали сотрудники районной администрации. И снова обрисовали жильцам не самые радужные перспективы. В прошлом месяце была комиссия из пяти человек Кировского района. На что они ответили, что вы так как собственники, вы должны ремонт делать за свой счет. У вас приватизированы что в квартире? У нас приватизированы именно комнаты. Хотите, судите с нами. Мы вам ответили. Завтра мы опять идем с ними на собеседование. Собеседование состоится в архитектурном отделе. Вот там уже узнаем, что нам скажут. Жильцы не исключают, что дело действительно может дойти до суда. Илья Егоров, Николай Епифанов, СТВ. Культурная битва на сибирской земле. В Тюмени отправилась делегация из Самарской области на всероссийские молодежные дельфийские игры. На этот раз они юбилейные и пройдут в 15-й раз. В составе сборной победители регионального этапа конкурса. В путь проводила участников и наша съемочная группа. С платформы Самарского вокзала начинается путешествие 40 талантливых ребят на главный форум искусств. Они будут представлять губернию в 9 номинациях. Среди участников как отдельные исполнители, так и творческие коллективы. Это юные музыканты, танцоры, фотографы, кулинары и парикмахеры. Все настроены на победу, несмотря на то, что многие поедут на состязание впервые. Мы чувствуем соответственность, так как представляет Самарскую область. Волнение, ну, хорошее волнение. Такое интересное очень. Первый раз поехать. Это, наверное, что-то сверхъестественное, но лично для нашего коллектива. Это большая честь. Представить свою Самарскую область, родной край. На сегодняшний день в международном дельфийском движении участвуют более 60 стран. Самарская область в рейтинге команд уверенно занимает лидирующие позиции. И на этот раз шанс их сохранить также велик. В нашем нынешнем составе есть новые, свежие силы, что называется. Но также много и тех, кто уже неоднократно становился победителем и уже знает, что такое дельфийские игры. И это очень хорошо. Они будут помогать нашим новичкам быть в форме. Они наверняка знали, что приедут в Самару. Баба Катя и Анатолий Леденев остановились в областной столице на неделю. Участники популярного телешоу «Битва экстрасенсов» организовали встречу с поклонниками на канале СКАД ТНТ. Харизматичные экстрасенсы дали интервью журналисту СТВ. Подробности в нашем сюжете. Анатолий Леденев в Самаре уже в седьмой раз. Из нескольких тысяч людей, которые встретились с знаменитым экстрасенсом, он отчетливо помнит именно случаи, произошедшие с ним в Самаре. У девушки было подозрение на лейкемию. У ее сына тоже нашли недуг. Но чудеса случаются. Она пришла опять. Но у меня народа много. Трудно я по именам-то не помню, а по внешности. И вдруг она чуть не накалит, там руки на качалут. Я говорю, что вы делаете-то? Анатолий, вам спасибо огромное. Я поправился на 10 килограмм. У меня лейкемию не нашли. У сына сняли болезни. Часто за исцелением обращается и к Екатерине Борисовой. Она же баба Катя. Берется помогать только в том случае, если сам больной настроен на борьбу с болезнью. От того, как мы мыслим, зависит наше будущее, считает Екатерина. Кстати, в битве экстрасенсов вовсе надеялась на победу. Важнее было дойти до финала. Как только мы что-то делаем смыслом своей жизни, у нас тут же это отбирают. Это просто закономерность. Если ты делаешь смыслом жизни своего ребенка, его отберут. Жизнь после проекта стала еще насыщеннее. Четверо учеников Леденева примут участие в новом сезоне шоу «Битва экстрасенсов». Екатерина помимо работы находит время на творчество, пишет стихи и рисует картины. А Анатолий с удовольствием наслаждается тишиной. Но даже в свободную минуту расслабиться не дают поклонники. Вот и сотрудники телеканала «СКАД» получили возможность спить воды, заряженной позитивом. Анастасия Шамшурна, Николас Сидоров, Анатолий Барамзин, СТВ. У меня на этом все. Далее еще один сюжет, прогноз погоды и авторская программа Дениса Сарова «Абзац». В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского gslimansky.ru Читайте наши новости в соцсетях в группах «СКАД» СТВ «Самара». Заходите на сайт телекомпании. А я с вами прощаюсь. До встречи. У медицинского университета Реавис открылась собственная многопрофильная клиника. Высококвалифицированные специалисты готовы оказать широкий спектр услуг от диагностики заболеваний до сложнейших операций. У нас очень мощное рентгенодиагностическое отделение, оснащенное современным 64-срезовым компьютерным томографом, ультразвуковая техника, эндоскопическая аппаратура. То есть весь перечень диагностических услуг. Здесь все продумано до мелочей. На первых двух этажах прием ведут врачи-диагносты. Выше стационар и операционные. Медучреждение – это универсальная площадка. Здесь не только лечат, но и дают практический опыт студентам университета Реавис. Очень важно то, что совмещаются и процесс обучения, и процесс практический, и научный процесс. Более тысячи медицинских услуг по 67 направлениям. Быстро, точно и без очередей. Рентгенологические услуги и компьютерная томография по системе ОМС. В перспективе перечень услуг планируют расширить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова